всем привет по вашим запросам сегодня буду пробовать что же будет если смешать перечный экстракт и экстракт мяты нейтрализуют ли они друг друга и сможет ли ментал победить острый вкус капсайцина если вы забыли вот так выглядит ментал это его эл стереизомер с точки зрения стереохимии он имеет такую конформацию чтобы быть активным вот это здоровенная колбаса у нас является капсайцином то есть именно тем веществом которые вызывают жгучесть капсайцин связывается с рецепторами отвечающими за ощущение тепла а ментал свою очередь связывается с рецепторами которые отвечают за ощущение холода и сейчас я проверю на себе как же это будет выглядеть и чувствуется так вот здесь у меня стакан с водой я в него каплю капну одну каплю экстракта капсайцина который я получал в одном из предыдущих видео к этому 1 капли будет достаточно так стран не очень хорошо растворяется в воде потому что капсайцин это жарорастворимое вещество то есть оно гидрофобное здесь у меня 50 миллилитров воды в стакане так попробуем насколько она будет жгучим да достаточно жгучая здесь у меня мятный экстракт я точно не знаю констрации этих экстрактов так как у меня нету приборов чтобы измерить поэтому будем делать все на глаз и также к сожалению я не смог найти никаких шкал которые бы как-то коррелировались концентрации и ощущением жгучести или холода например а жгучесть капсайцина или охлаждаемость от ментола поэтому будем делать все на глаз так как к сожалению мне недостаточно данных чтобы как-то это более научно все сделать друзья как вы видите мои опыты становятся все труднее и опаснее и скоро мне может потребоваться лаборант который будет помогать с опытами как-нибудь ворке вакансию оставлю и быстро найду его кстати советую взять это приложение на заметку ведь найти постоянную работу через ворки очень просто если вам нужен стабильный заработок и работа недалеко от дома то просто откройте приложение посмотреть вакансии поблизости выберите нужную и прямо в приложении откройте чат с работодателем обсудите все опросы и выходите на работу хоть на следующий день вот и все так пара моих знакомых быстро нашли работу может пригодиться и вам ссылка на ворки будет в описании на накатываем сначала две капли потому что я уже по ощущениям знаю что перечный экстракт гораздо сильнее чем мятный еще осталось чуть-чуть перечного вкуса попробую добавить еще немного мятного экстракта две капли еще добавлю раствор пахнет как-то странный перцем и мяты одновременно еще чувствую вкус жгучий вкус перца не особо это нейтрализует три капли каплю на самом деле мои ощущения они не какие-то очень такие объективные потому что у всех людей немного по-разному они чувствуют жгучесть и холод поэтому это такой чисто субъективный тест так что не надо на него полагаться как на какое-то научное пособие все равно жгучесть чувствую жгучесть вообще преобладает пробую добавить побольше 6 капель еще добавил мятного экстракта видно хорошо что она плохо растворяется и раствор такой мутный жгучесть чувствуется нужны так сильно я не знаю мне кажется чтобы нейтрализовать этот жгучий вкус надо тут ли чуть ли не весь тюбик этого мятного экстракта но вот сейчас странно я чувствую одновременно и жгучий вкус и холодный то есть наверно рецепторы активируются оба но они как бы дают ощущение одновременно мне кажется дело в том что ментол он является антагонистом действие of the city ну то есть он не блокирует его действия он просто задействует другие ресепторы потому что она же на языке есть одновременно рецепторы и холода и тепла и поэтому когда смешивать эти два концентрация я получаю одновременно чувство холода и чувство тепла аджене от этого капсаиг цена но я Я не знаю, но я попробую капнуть еще 10 капель, это будет последний тест. Если не будет никаких изменений, то скорее всего моя теория о том, что мы чувствуем одновременно два вкуса, будет подтверждена. Вот уже раствор стал похож на какой-то мутный, непонятный чай. Все равно я чувствую жгучесть. Сейчас жгучесть и больше столько стало холода. Жгучесть не пропала, и вот это ощущение тепла и остроты, оно никуда не делось. Получается, что невозможно нейтрализовать ментолом вот этот именно жгучий вкус от перечного экстракта. Ну и вообще-то какого-либо перца. Если вы немного перебрали с перцем, то вам рекомендую выпить что-то жирное, например, какие-нибудь сливки или съесть мороженого. Ну и если у вас вообще там очень полючат, можно взять, например, масло. Так как апсицин очень хорошо растворяется в растительном масле, можно прополоскать рот и выплюнуть. Может это, я думаю, скорее всего поможет. А сейчас я попробую еще протестировать интересное, что вы писали в комментариях. Я попробую взять холодную воду и горячую. В холодную воду добавить капсарицин, чтобы сделать его как бы теплым. А в горячую добавлю ментола чистого, кристаллического, чтобы сделать его как бы одновременно и холодным. И попробуем, будет ли оно нейтрализоваться или нет. Я приготовил два стаканчика. В одном горячая вода с одним граммом ментола. Кстати, интересно, что ментол, он плохо растворяется в воде, и он тут плавает на поверхности такими жирными каплями. Пахнет вообще, прям ингаляцию можно делать, обалденно. Таким прям мятно-мятно-мятно-мятным запахом. А это у нас холодная вода. Температура примерно где-то 0 градусов, так как в ней лёд плавает. Достаточно холодная. И сейчас я попробую протестировать свои вкусовые рецепторы. Всё ради вас, подписчиков. Так что не забудьте поставить лайк, чтобы я тут не зря загинался. Добавлю я в холодную воду одну каплю перечного экстракта, так как он довольно ядрёный. Попробую сначала холодную воду с капсарицином. Ой, этот ментол пахнет вообще жесть. Что-то мне его как-то немного стрёмно пробовать. Фу, жесть. Ладно, сначала довольно безопасный перцовый экстракт с холодной водой. Ну, я чувствую просто холод. Перцы вообще почти не чувствуется, потому что больше добавить. Странное ощущение. Сначала я пью, губы чувствуют холод. Потом вода во рту нагревается. И я потом чувствую этот жгучий экстракт. Сначала оно как-то вообще не чувствуется, эта жгучесть. Но потом я уже понимаю, что да, там что-то есть такое интересное. Получается, что я чувствую так же самое, как было и с мятным и перечным экстрактом. Я сначала чувствую холодную воду, а потом уже из неё вода как бы вымывается. А капсарицин, так как он не растворяется в воде, он остаётся на языке и уже начинает связываться с рецепторами и уже их активировать. Нейтрализовать как-то не получается особо. Ну, вот мне теперь надо как-то это попробовать выпить. Я не знаю, оно так пахнет, что просто... Ой, жесть, надо ложку взять. Ну, оно сверху реально плавает вот этот ментол. И взять немножечко сверху ментол, который прилипнет на ложку. Не знаю, видно вам или нет, но там сверху плавают такие капни ментола. В горячей воде тоже плохо растворяется. Жесть! Он пахнет... Не, фигня какая-то. Не знаю, он слишком сильно пахнет, он прямо в нос сшибает этот ментол, когда он в горячей воде. Знаете, для ингаляции такие вот тюбики продаются, там, экстракт эвкалипта, ещё что-то. И представьте, что это, не знаю, прямо... Вы налили туда этого экстракта, там, целый тюбик. Так как это же ментол чистый, он констрированный. Чувствую ощущение холода прям сильное. Не, невозможно проверить, потому что если мне кажется это выпить, я там задохнусь от этого ментола. Так что... В итоге, получается, можно сделать такое вот, что не нейтрализуется. Вы даже если смешать перечный экстракт с ментолом, вы будете чувствовать одновременно и холод, и жгучесть, и что-то непонятное. Также я хочу сказать, что в больших концентрациях ментол также может активировать рецепторы тепла. То есть, если вы съешьте ложку кристаллов ментола, то вы будете чувствовать также жгучесть. И поэтому я даже сейчас попробовал вот горячую воду с ментолом, который на поверхности плавал. Я сейчас чувствую как-то странно и холод, и жгучесть одновременно. В итоге я могу сказать, скорее всего, что ментолом не получится у вас нейтрализовать жгучий вкус просто никак. Есть еще другие вещества, которые также имеют охлаждающий эффект. Особенно вот сейчас его часто используют в этих жижах для вейпинга. Называется, по-моему, VS5. И оно, по-моему, в 10 или в 15 раз более имеет сильный эффект, чем ментол. Его я, кстати, нигде не нашел, так что как-то мне его пробовать, не знаю, стрёмно. Кстати, хочу сказать еще, что не повторяйте эти опыты, это достаточно опасно. Я профессионал, я знаю, что делать в каких-то случаях, так что... Ну а всем, кому понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы я не зря тут тестировал всякие непонятные вещества. И пишите еще в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть.